Ну что, путешествие? Отправляемся в поход. Ура! Первый поход этого года. Конь наш нагружен полностью. Снаряга собрана. Да мы еще лодку с мотором не взяли. В следующий раз возьмем. Решили остановиться на Некрасовском путепроводе. Проверить, что все хорошо. Сегодня воскресенье. Сколько сейчас времени? 7 утра. Ага, 7. А что было при себе? Без 10.8? Без 10.8. Ну мы как всегда. Дороги пустые. Когда приедем, все покажу. Друзья, вы на канале Рецепт Вкусной Жизни. Меня зовут Настя Лосева. А мы едем в путешествие. Ну и конечно вы с нами. Будет несколько выпусков по нашему морскому тренеру. Кри-пу. Первая наша остановка. Решили зайти посмотреть, если работает. Круглосуточно написано. Такая кафешка. Краб-креветка. Сейчас посмотрим, что тут есть внутри. Можно позволить себе пирожок съесть. Погода сегодня отличная. 18 градусов. Не жарко. Едем. О, уши заложила. Птички поют. Люди красоту сделали. Из петуний. Тут уже пирожков нам напекли. Так, что у нас вкусненькое? Все вкусненькое? Рис, векция. Свеженькое? Рис, печень. Ночное. Ага. Так. В основном. А что такое завтрак? Красиво. Отлично. Пинцы. Да возьми, я думаю, будет. Что взять? Можно купить полуфабрикаты. Собственного производства. Вот цены. Все свеженькое только что выкладывали. Ну что, мы перекусили. Тут уже солнышко выглянуло во всю силу. Туалет, пирожок. Все вкусно. От Владивостока до вот этой кафешки примерно 115 километров. Вот. Можно остановиться и перекусить. Сын у нас еще там пинце доедает. Кто не знает, пинце это такая паровая булочка. Рассказываю, что такое пинце. Да. Я должен рассказать? Ну я сказала, что это паровая булочка. С корейской кухни. Делается с фаршем и... Капустой. Капустой. Кимчи бывает добавляют туда. Такое затишье. Ага, красиво смотрится. Такое приятное место. Все чистенько очень. Туалет даже есть. Что в наших краях очень большая редкость. У нас туалет сложно найти. Поэтому передыхаем. где-то 120 километров от Владивостока. Чуть больше нам осталось еще ехать. Так как воскресенье утро и еще не сезон, конечно, достаточно... Туристов еще пока нет. В основном у нас люди идут в отпуска где-то примерно в июле-августе у нас такие сезонные отпускные времена. Поэтому мы надеемся на пустынный пляж. Покажу вам, что такое бухта Валентина. Я, кстати, сама еще там не была. Вот и будем изучать. Ну что, поехали дальше. Кстати, вот там можно купить дикоросы, мед продают. Хорошо, сейчас расскажем про проекте. Я хотела рассказать о том, что здесь у нас связи... Вот мы сейчас проверяем. Ни теледва, ни мегафона нет. Здесь мегафон, только голос. Интернета нет. Интернета нет. Мегафон только. Мы голос не проверяли, но небольшая антенка показывает. Короче, я к тому, что нужно иметь всегда в наличии наличные деньги с собой. Потому что наверняка... Нет, у нас красиво. Безнал. Безнал. Работает? Работает. Ну, мало ли, у нас в деревне он тоже работает. Знаешь, полчаса стоишь возле окна, ловишь. Сейчас, правда, получше стало. Но все равно, когда по Приморскому краю путешествуйте, я не знаю, как в других регионах, у нас во многих местах нет связи. Особенно, когда едем мы сейчас на север. Кэши в Африке кэши. Причем здесь Приморский край. Везде надо кэши иметь. Ну и, соответственно, так как у нас нет... Там не будет зарядки, мы будем в палатку. Стараемся заряжать всю дорогу телефоны. Вот через такие зарядки. Папочка, это технологии этой. Сто лет уже. Что ты показываешь людям? Ну, потому что у нас надо иметь... Машину? Нет. Надо иметь все заряженное. Все это, мало ли что. Особенно блогерам. Особенно блогерам. Вот. Поэтому мы во всеоружии готовы снимать и показывать. И транслировать. Хочу показать вам часть дороги, по которой мы ехали. Вот как раз та грунтовка, о которой я говорила. Примерно 150 километров дороги в разных участках до Лозо и после Лозо. Но в основном это после Лозо. Вот такая грунтовая дорога. Ехать по ней, конечно, нужно аккуратно. Как в дождливую погоду, так и в такую сухую. Но машина, естественно, после такого отдыха требует капитальной помывки. Но зато природа, конечно, просто великолепная. Глазеешь по сторонам. Жара. Хоть и не июль. Июль, жара, капулинный путь. Смотри, там протока. Мы въехали в поселок Лозо. Вот Стелла. Так выглядит. Дорога по-прежнему практически пустая. Красота и теплый. Так, хочу запечатлеть себя на фоне Лозо Стеллы. Мы здесь остановились, чтобы заправиться. У нас еще где-то 100 километров впереди. В самом Лозо здесь дорога хорошая, асфальтированная. До этого достаточно длинный отрезок мы проехали по грунтовой дороге. Есть большие камни. То есть машина должна быть такая подготовленная, чтобы хорошо пройти этот участок. И здесь прямо возле Стеллы есть две заправки, на которых мы всегда заправляемся. Это дорога в сторону острова Петрова. Это у нас заповедник, остров Петрова, где находится Тисовая роща знаменитая. Вот, если кто-то пожелает путешествовать к Приморскому краю, еще не был в сторону острова Петрова, то будете проезжать мимо вот этого, мимо Лозо. Здесь есть пункт, где можно офис заповедника, где можно взять входной билет, проплатить и на въезд. Также это можно сделать в преображении. Но, насколько я знаю, количество мест для посещения там ограничено. Поэтому нужно узнавать, ищите в интернете, если что, заповедник остров Петрова и как можно туда попасть. Там осуществляются перевозки, экскурсии. Научные сотрудники и смотрители заповедника делают экскурсии, организованные непосредственно на остров Петрова, где проводят вас по тропам, которые можно ходить, потому что в заповеднике свободно передвигаться нельзя. И расскажут вам о тисах, о роще и вообще об истории вот этого региона Приморского края. Как здесь жили люди до того, как пришли уже нынешние жители, то есть местное население, как развивалось. На самом деле, очень-очень интересная экскурсия. Она длится, по-моему, пару часов. Ведут вас на ручей, на источник, из которого можно попить, омолодиться и так далее. Ну, а мы дальше едем в бухту Валентина. Заправились и готовы к поездке. Последние метры. Километры. Последние километры. Последние километры по такой дороге даются очень сложно. Ужас, конечно. Нормально, пока терпится. Дорога для джипа. Да, вот для таких дорог мы и держим коня большого, белого. Красиво так. Сейчас разболтается шампанское твое. Сразу и откроем на берегу так. Ух! Ну, я не шучу. Последние метры до Заветного моря. По бокам, по обочине дороги растут лиственницы, кишмыш. В общем, всякие приморские дикоросы. Так, мы направляемся сейчас в Большую Тихую. Ну, а потом, наверное, еще сходим и посмотрим, что такое малое тихое. Мы же тут на разведке. Дорога по-прежнему такая узкая, сложная для разъезда. Мы уже разъезжались в одном месте. Если вот здесь вот столкнуться, ну, вот есть места, конечно. Но вообще, вот тут еще спуск такой крутой. Страшно. Страшно. Вот, лежит камень, чтобы не упасть там. Чтобы тормозить. Во! Ворота. Вот мы и въезжаем. Ух, пуск какой! Вау! Вот она мечта. Зачем слагбаум закрыт, интересно? А если у кого-то тормоза плохие? Могли бы подальше посадить слагуум, а мы реально. Ух, все. Доехали море! Кстати, по дороге, когда ехали, было 26 градусов. Здесь 18. Похолоднее будет температура. А на улице 18 градусов. Ну, что, выходим. О, вон она идет. Сейчас будем искать хозяина всего этого. всей этой красоты. Здесь въезд платный. Ну, потом все расскажу. Вислав, заезжайте, разберемся. Заезжайте сюда. Ой! Это у нас глобер был. У тебя глобер через одного. Легко. Вот такой. Мечта. Сколько мечтала я сюда попасть. Вот попала. Окно откройте. Ой, какая красота. Все покажу, расскажу. Походим, посмотрим потом. Расскажу, сколько стоит. Лерик убирается. Лерик убирается. А мы заезжаем. Сказали нам, что на песочке стоять потеплее. На песке и будем. Детская площадка. Классная. Ну, уже хочется босиком пройтись по песку. Песок белый. Все. Тапки сняла. И вперед. Кухня наша уже почти стоит. Ну, вернее, она стоит. Мы сейчас укрепляем полушками. Кухня тоже заслуженная. Когда наша кухня стала выходить из строя, которую мы на даче поставили, я показывала. Мы купили вот эту. Она чуть поменьше по размеру. Но все равно классная кухня. Она нас вручает. Очень удобно. Сейчас внутрь поставим. Вон уже наш стол. Стулья ждут. Все будем там располагать. И будет у нас дом вот этой фирмы. Кухня. Будет дом с видом на море. Люди уже купаются. И мы пойдем скоро. Пока тепло. Вот эта крылечка, она сейчас откроется и будет такой навес. Ну и проветривается. Можно проветривать со всех четырех сторон. Открывать. Сетка. Ну, в принципе, как у всех, кухонь-кухна. Рассчитана на то, что она защищает от комаров. От всяких насекомых. Тенечек дает. Ну и там сидеть, готовить. Все будет в этой кухне у нас. Все. Укрепили. Сейчас начнем ставить палатку. Ну что, у нас готова кухня. Все вещи размещены к ней. И готова наша спальня. Вот такая шикарная у нас палатка. Вот такая шикарная у нас палатка. Коля, иди посмотри сюда. Есть. Вставай, Антоха. Рано идет. Все колышки повытащат. Может, потом закрепим? Сейчас ветер стихнет. Так, у нас вот такая палатка. Внутри у нее тент. Вернее, сверху тент. Внутри еще внутренняя часть палатки. Большая. В нее в полный рост помещаешься. Это, в принципе, четырехместная палатка. И будут в ней вот такие два самонадувающихся коврика. Сейчас Сережа будет чинить. Оказалось, что там порваны немножко. И что у нас здесь? Здесь у нас сначала идет предбанник. Вот с таким комодом. Здесь уже вещи разместили. Вот такой комод. Складывается. Потом будем складывать. Покажу, как он складывается. Все закрывается. Вот таким образом. Вот. Ну и вот сама палатка. Будем спать втроем. У Антошки тут потеплее спальник. И надувающийся матрас. А у нас два. Вот таких вот. Ну вот. Все под сетками. Народу никого нет абсолютно. Антонио лег отдыхать. Ветер сильный поднялся. Немножко колышки у нас тут вытащило. Сейчас колышки подобьем. К вечеру. Ветер должен стихнуть. И... Только тут есть такие колышки, которые корейцы и японцы кладут. Неправильно. Ну да. Вот Сережа делал отдельно, покупал, да? Ты вот такие колышки, которые вкручиваются. Это колышки колышки. Они очень глубоко вкручиваются туда. Тоже давно у нас эти колышки уже... Все палатки у нас на таких колышках сделаны. Потому что родные, которые прилагаются... А, Сереж, вот здесь вот это вы забросили? Это ветер забросит. Колышки, которые прилагаются к палаткам, такие слабенькие. Вот именно цвет подходит к моим ногтям. Ну вот. Сегодня 25 июня. Конечно, красота. Нам привезли вот такую бочку для костра. Ну, можно ли мы в мангале? У нас еще есть свой переносной мангал. Но хозяин сказал, можно бочку привезти. Привез, чтобы костер сжечь именно в бочке. А за дровами мальчишки потом сходят. Вот этот лесок, он говорит, там много всего. Можно чего найти. Кто-то маску потерял. Песок здесь. Великолепный белый песок. Как я люблю. Теплый. Можно валяться на нем. Сколько угодно. Сегодня море очень неспокойное. Но вот хозяин бухты, который здесь главный, ухаживает за ней. Сказал, что завтра должно быть поспокойнее море. Посмотрим. Мальчики решили сегодня отдыхать, так как мы выехали в 6 утра. Завтра пойдут нырять, САП разберут. Я обязательно расскажу про все удобства, которые есть на этой бухте. В этой бухте. Стоимость заезда здесь 300 рублей человека в сутки. Дальше считайте, сколько будете стоять. Там есть домики, я показывала при въезде. Сделаем рум-тур обязательно. Ну, а пока море. Я хочу набрать обязательно вот такие водоросли для огорода. Соберу. Я уже собирала и в ведро с бродилкой, с зеленым удобрением, кладу вот эти водоросли. Это обычная морская капуста. Вот она. Можно ее набрать и пожарить. Или сварить. Вот это вот ламинария. Завтра соберу, потому что послезавтра мы будем уезжать очень рано. И уже, скорее всего, будет дождь. Вот это съедобная ламинария. Ну, в грядку можно все складывать. Не обязательно съедобную. Эти все водоросли очень полезны. В них вся таблица Менделеева. Вот зелененький. По-моему, там вся как раз берег вот в таких больших камнях. Смотри, как шикарно. Вообще, это гранитка. Это мрамор или гранит. Что-то такое, да? Вообще, шикарные камни. И травка вот такая. Она потом цвести будет. Такая морская трава. Не морская, вернее. У нас вот она на этих... На берегах растет. Вот так красиво. А здесь все в шиповнике. Все в шиповнике. Красота такая. Можно сейчас набрать цветочков и заварить чай. Но я туда не полезу, потому что я боюсь змей. Обычно у нас в зарослях шиповника обычно змеи водятся. Во всяком случае, на песчаном так было. Ежиков вытаскивают. Сереж, смотри. Вон, не на коленоге. Смотри, сколько ежей. Кто-то здесь прям ежей разбирал. А что они пустые? Красиво. Завтра мы оденем кроссовки и пойдем туда путешествовать. Вот. Это вам приморский край. Вот уже и вечер спускается. Красота. Солнышко ушло вон туда. Мы пошли про баню узнавать. Здесь есть баня. Сейчас посмотрим и расскажем. Баня стоит 1200 рублей в час. Сейчас сниму, что там внутри. 50 тысяч по-почек. Серьезно. Да. Он прям такая... Дача. Сельское хозяйство. Прямо сельское хозяйство. Ты как сейчас скажешь, пять грядок. Не раскормил о тебе. Я боюсь. У нас реально здоровая кухня. Какой яркий цвет. Мы пришли за... За валежником. За дровами. Да. Пособирать. Вот нашли сухое бревнышко. Уже несколько клещей себя скинули. Ну что поделать? Это же лес. Ну будет бензин у нас или что поступать. Сейчас костер разъедем. Ёбалка. Продолжение следует... 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 друзья но я хочу вас пригласить подписаться на канал я надеюсь многим уже на канале youtube почти 50000 мне нравится что меня перебивает шум моря мне кажется это так классно так вот нас на канале youtube уже почти 50000 я хочу пользуясь случаем потому что скорее всего будет смотреть это видео хочу сказать большое спасибо оказывает доверие потому что блогера оказать ему так скажем доверие это очень большая честь любого человека собрать на своем канале 50 тысяч когда ты не занимался этим от слова совсем никогда и начать блогерствовать так скажем достаточно уже не молодого возрасте ну то есть не 15 и 16 лет и 20 если честно хочу рассказать о том что как это все начиналось мои дети когда узнали а у меня двое детей двое сыновей уже достаточно взрослых один школа закончил другой заканчивать школу в этом году так вот когда они узнали что я буду блогером это вызвало у них такой как сказать порыв смеха хохота наверно не знаю ну то есть им стало смешно что мама стала блогером это конечно немножко меня так скажем обидела а с другой стороны наоборот придало мне силы и не захотелось доказать им что в любом возрасте можно начинать что-то новое особенно если тебе это интересно я стараюсь конечно учиться у более опытных блогеров чтобы канал мой развивался становился интереснее для вас первую очередь для зрителей ну чтобы и мне было интересно размечать на нем контент хочу сказать что вот многие блогеры как раз говорят о том что для того чтобы развивался канал лучше нужно заниматься одной тематикой ну то есть как вот например я вам рассказываю про огород вот и надо рассказывать один каждый день только про один огород мне так не интересно именно поэтому возможно мой канал не развивается так быстро как могли бы развиваться есть каналы которые взлетают до 100 тысяч подписчиков буквально там за год моему каналу в этом году уже два года было но я не тороплюсь я хочу чтобы на моем канале собралась такая дружная компания которой было бы интересно то что я показываю показываю я море Владивосток как у меня как мы с мужем живем на даче ну с детьми тоже конечно просто дети уже выросли стали более самостоятельными и в принципе это основные темы моего канала путешествия наши как живут люди на другом конце на другом конце земли мне кажется что все думают что Владивосток Дальний Восток находится на каком-то абсолютно в каком-то абсолютно другом мире ну во первых потому что мы находимся в азиатской части страны и конечно это очень сильно накладывает накладывает большое влияние в отпечаток на нашу жизнь во первых и конечно это самое главное это наши кулинарные пристрастия потому что есть продукты которых не встретишь в других частях нашей родины в других частях мира есть наоборот продукты которые ну характерны для других ну как раз для азиатской части то есть мы много едим рыбы стараемся потреблять какие-то продукты несочетаемые вкусы иногда вот это все про нас мне хотелось бы чтобы люди больше знали о Владивостоке о людях которые здесь живут потому что и по менталитету мы немножко другие но все-таки 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 философия китайская а Китай у нас здесь под боком мы раньше ездили до пандемии ездили в Китай буквально 4 часа и мы уже в ближайшем городе в Благовещенске возле Благовещенска город находится тоже китайский ну и конечно такая близость и у нас много очень китайских жителей из Китая они переезжают сюда с семьями они держат здесь лавочки на рынках привозят свои продукты товары ну в принципе китайские товары по всему миру есть ну вот в целом об этом мой канал конечно я хочу больше рассказать о том что о том как испечь домашний хлеб очень много занимаюсь домашними заготовками и стараюсь готовить все сама чтобы было наиболее полезно для моей семьи и мы с мужем заготавливаем и ферментируем сами иван-чай я много сушу цветных трав выращиваю у меня маленький огород как вы видели совсем небольшой буквально пять грядок и одна теплица но при этом мы полностью обеспечены овощами весной с апреля месяца мы уже в апреле наедаем все зелени об этом ранее урожай ранее урожай кабачков я хочу показать как вы можете это сделать причем сейчас в современном мире есть такие способы облегчить свой труд на даче есть технологии которые позволяют меньше тратить время на пропалывание на поливы на подкормки и так далее если немножко да вложить денег но это потом очень сильно окопится когда вы будете ходить в магазины у нас в Приморском крае например ну я знаю что и в других регионах тоже и в Москве по ценам достаточно дорого стоят продукты натуральные продукты выращенные фермерами так скажем но фермеры из-за большого объема тоже применяют различные добавки и химикаты потому что нужно бороться с вредителями когда у вас два три четыре даже пять растений огурцов сделать это намного легче чем когда у вас целая плантация но от этого никуда не уйти но при этом каждый человек может обеспечить свою семью здоровыми полезными овощами и я это доказываю на своем канале да многие мне пишут особенно на цент канале что с моим маникюром ну что с моим маникюром ну да я каждые три недели делаю маникюр вот сейчас помню я в страшном состоянии потому что я перед отъездом сюда занималась теплицей подвязывала все помидоры ну что я ничего сама не выращиваю но у меня есть все видео все фото которые я размещаю это тоже сделаны мной я надеюсь что мой канал именно в этом плане будет вам полезен потому что в наше время продуктовая безопасность семьи мне кажется это одно из самых это очень важно я бы сказала так когда у тебя голова не болит о том что у тебя есть чем накормить а причем накормить вкусным потому что можно сделать ресторанное блюдо намного дешевле просто нужно знать как это сделать а я как раз и делюсь и рецептами в том числе на своем канале поэтому если вы только меня нашли подписывайтесь обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео новые публикации если вы смотрите меня на яндекс цене то есть я размещаю на разных площадках на яндекс цен часто появляются статьи и посты с фотографиями на ютубе больше конечно видео также у меня есть влог свой в телеграм канале где мы очень плотно с девочками общаемся по поводу выпечки хлеба так мой муж закончил доходит короче я